Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 4 мая, день Прокла, назван в честь мученика Прокула. Среди всех святых, почитаемых в этот день, русский народ предпочел имя Прокла. Оно было наиболее распространено в крестьянской среде. Во-вторых, как созвучное слово проклятие. И все дело в том, что именно сегодня было принято проклинать и занять нечистую силу. Для этого старики выходили за околицу, поворачивались лицом на запад. Эта сторона света считалась символом тьмы и произносили разнообразные заговоры. В святую старину этот день называли по-разному. Федор Ляльник, Федор Прокун Ляльник. Сегодня старались не работать, а выполнять разнообразные обряды, поскольку считалось, что ведьмы могут навредить скотине и даже погубить ее. Поэтому старейшины проводили обряды по ее изгнанию. Сегодня водили хороводы вокруг яблони. Делали это молодые девушки. Говорили, что они лелеяли, мысленно обращали к всему любому хорошему и приятному, то есть делали хорошую погоду. Поэтому этот день прозвали Ляльником. Приметы. Черемуха в этот день начала цвести, лето будет жарким и засушливым. И чем раньше начнет цвести, тем сильнее будет жара. Если цветков на черемухе появилось очень много, лето будет дождливым. Первый гром звучит сильно и улка, это к богатому урожаю хлеба. Если сегодня мелкий дождь идет медленно, к ненастной погоде. Береза опушается раньше установленного срока, лето будет сухим. Если это происходит на клене, лето будет дождливым. Весной муравей сытый и чистый, примета предвещающая, что урожай пшеницы богатым будет. 29-й лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияет на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нарушение, питание. Воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Странитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги, как вы прожили этот лунный месяц. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok